Приветствую вас! Давайте разберёмся в том, что вы написали. Как правильно вести себя, если друзья мужчины неуместно шутят в моём присутствии о других девушках? О девушках лёгкого поведения. Ну, здесь сразу возникает вопрос, что значит правильно себя вести? Правильно. Это как? Как правильно? Для кого правильно? Правильно чтобы что? Это зависит от ваших целей и от ваших ценностей. Если для вас ценностным поведением является одно, то отклонение от него, естественно, будет неправильным, но только для вас и только в контексте ваших ценностей, которые тоже могут меняться. Это первое. Второе. Насколько ценности соответствуют вашим целям, которые вы хотите достичь через поступок? Тоже важный момент. Но на это ответят. Способны только вы, не кто-либо ещё. Дальше. Вы говорите. Друзья мужчины неуместно шутят в моём присутствии о других девушках и о девушках лёгкого поведения. Всё значит неуместно. Вот понимаете, это такая достаточно родительская позиция. У людей, у разных людей может быть свой круг общения и своя тематика общения, своя мораль, свои представления. И взрослых людей, взрослых состоявшихся людей не перевоспитать. Если они так шутят, значит на них так шутить принято. Это абсолютно нормально. Коли вам не нравится, то вы можете выразить своё отношение к этому, свой взгляд на это. И либо ходить на такие встречи со своим мужчиной, либо нет. Ну и всё. Больше вы сделать ничего не можете. Потому что это взрослые люди. И как бы вы не хотели, чтобы меняли вас и оценивали ваши шутки и высказывания как неуместные, так же и им не хочется, чтобы оценивали их и высказывали по поводу их шуток как о неуместных. Что отнюдь не означает того факта, что вы не можете выразить свои ощущения по данному поводу. Но только один раз. И через я сообщение. Как указал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. А дальше решать уже вам. С другой стороны, если вас задевают подобные неуместные шутки, если вас именно вызывает негатив этого, то это уже чисто ваша проблема, которая связана с предыдущим опытом вашей жизни. И работать необходимо с этим, но не с тем, чтобы убрать источник вашего раздражения. Ну, сейчас это один источник раздражения, а через какое-то время это уже будет другой источник раздражения. Совершенно очевидно, что проблематику вашу это не решит. А вот более уязвимое у вас вполне себе делает. Дальше. Значит, шутят о девочках легкого поведения, иногда связывают их с моим мужчиной, при том, что он не имеет никакого отношения к разгонному образу жизни. Я думаю, что, несмотря на то, что у вас с вашей мужчиной, как вы говорите, полное доверие ей в свои договорённости, что немножечко настораживает, когда речь идёт о договорённостях, потому что это регламентация отношений, а она, в свою очередь, ведёт к некоторой несвободе у них. Ну, это ладно. Так вот, подобная реакция говорит о том, что, несмотря на договорённость и хорошее состояние ваших отношений, вы все же можете либо ревновать, либо бояться мужчин потерять, либо бояться измены, либо бояться остаться за одной, либо просто быть неуверенным в себе, что, в принципе, может быть и всё вместе. То есть, повторюсь, это ваша проблема. Подобные щитки вызывают тревожности в вас, скорее всего. И вам, соответственно, эту проблему нужно решить. Проблема – это именно уверенность в себе. Ну, может быть, есть какое-то опасение, что мужчина может всё-таки вести разгонный образ жизни. Или изменять вам с этими вот девушками. Тут тоже такой важный момент. С другой стороны, если подобная позиция просто не вкладывается, по вашему мнению, в ваши ценности, то вы знаете, что делать. Высказываете свои отношения и либо ходите дальше, либо нет. Но людей, как своего мужчины, так и выбор им друзей, вы не поменяете. И это, кстати говоря, весьма-весьма хорошо. Дальше. Иногда при мне советуют делать те или иные вещи с другими девушками. Мужино-творческая профессия и публичная личность. Ну и что? Ну, советуют и... Как бы... И что? Опять же. Они советуют. Это нормально. Понимаете, вы говорите, что... Причём здесь творческая личность мужчины и его публичность. Я вот, честно говоря, не понял. Причём здесь это? Вот. Кроме разве что того, что для вас этот мужчина ценен. Вот. Вопрос только в том, чем... Но не совсем есть нам нету связь. А то, что они советуют ему, так это вот... Определённый специфический юмор в мужских компаниях. И... Не во всех, конечно. И... Женщине, которая оказалась в такой компании, ну, этот юмор нужно, в принципе, принять и понимать. А если ей такой юмор не нравится, что ж, она имеет полное право. Но, во-вторых. Одно дело, если вас это задевает в один момент. Другое дело, если вы считаете, что такой юмор не соответствует вашим ценностям. Это разные вещи. Его нужно идентифицировать, идентифицировать максимально честно. Честно, с чем мы имеем дело. Потому что... А... Варианты поведения в этих двух случаях разные. Дальше. В мужчине я уверен, у нас есть свои договорённости. Ну, уверенность и договорённости не очень-то, мягко говоря, а... Сочетаются. Понимаете? Это первое. Второе. Вам не в мужчине нужно быть уверенным, а в себе. Нельзя быть уверенным в ком-то. Это другой человек. Уверенность может быть только в себе. И вот боюсь, что именно из-за того, что вы уверены в другом... В мужчине. И имеете определённые договорённости, что бишь пытаетесь себя защитить. В себе-то вы как раз не уверены. И это то, с чем нужно работать. Ну, и вот друзья, как будто они воспринимают меня всерьёз и не уважают. Ну, они не должны. То есть... А что вы сделали, чтобы они воспринимали вас всерьёз и уважали? Вот что вы конкретно сделали для этого? Или не стоит на это обращать внимание? Ну, стоит, не стоит. Понимаете, вопрос такой, достаточно хитрый. У вас при всём желании, как мне кажется, не получится не обращать внимание на то, что в той или иной степени вас задевает. К сожалению, внимание – это не совсем произвольная способность человека. Внимание всё-таки зависит напрямую от интереса, от чего, от состояния человека. Поэтому вы не сможете просто по своему желанию не обращать на это внимание. Особенно, если это задевает вас напрямую. И особенно, если, в общем-то, особой мотивации общаться с этим контингентом людей у вас нет. Так что... Минутно строите людей. Если отвечать им, то как? Ну, в принципе, на этот вопрос я ответил. Молчать надоело? Почему? Чем? Но, боюсь, если ответить, что-то будет довольно грубо. И что дальше? Вопрос здесь не совсем корректен, не в грубости дела, а в том, насколько для вас это приемлемо. И приемлемо ли, соответствует ли вашим ценностям. Я хотел бы обратить внимание на еще один момент, который вы затронули в своем вопросе. Правда, затронули вы их косвенно и, скорее всего, не обратили на это внимание, но мне это бросило в глаза. А именно то, что вы мужчину назвали своим. Мужчина не ваш, вам он не принадлежит. Вот. Но то, что вы называете его своим, говорят и говорят о неком, может быть, чувстве собственничества. А это, на мой взгляд, серьезная проблема. Потому что, если вы считаете мужчину своей собственностью, то волей-неволей будет соответствующая модель поведения. И эта модель поведения, наверное, ни к чему хорошему не приведет. Потому что, например, вы, значит, видите, как друзья человека шутят и для вас они, получается, оспаривают ваше право собственничества на него. Это постоянная конкуренция, это постоянная борьба. Вот. Ну, конкуренция, это, мягко говоря, недостаточная личностная зрелость. Как и чувство собственничества. И, вместе с тем, это свидетельствует о сведении ценности человека к чему-то материальному. К принадлежностям. Вот. Здесь я бы рекомендовал, конечно, лично-личностный рост. Но только если вы этого хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Мне кажется, что вы довольно серьезный человек. Вам имеет смысл поработать еще с детским состоянием, ну, то есть с внутренним ребенком, для того, чтобы более адекватно, более легко и спокойно реагировать на шутки, на проявления внутреннего ребенка от других людей. Удачи вам! Всего самого доброго! Для этой простой памяти много退яна. С восхищенноert. Всего доброго! Продолжение следует...